Первая встреча на перроне железнодорожного вокзала на станции Абакан. Со школьниками проводят инструктаж. Сегодня узнать больше о профессии железнодорожника получили право восьмиклассники из 9-й Абаканской школы в рамках социального партнерства учреждений. Проходим в первую кабину. Это специальный вагон для людей, которые проводят в пути переговоры и встречи. Такое тоже бывает. Железная дорога – объект повышенной опасности. В контактной сети напряжение больше 27 тысяч вольт. Поэтому подросткам рассказывают о правилах безопасности, почему строго запрещено находиться на путях и цепляться за вагоны. Желтый, зеленый и красный. Так же и здесь, в поездном режиме. Впереди вы видите светофон. Прокатиться на матрисе – это аналог электрички. Получается далеко не каждый день, но нашей съемочной группе даже разрешили сегодня подать сигнал. Нажимаем на синюю кнопку. Что она означает? Статьефон – сигнал повышенной громкости. Сигнал повышенной громкости. Да, подается, когда возникает у нас препятствие на пути или возникает какая-то нестандартная ситуация, или, вот как мы уже ребятам рассказывали, возникает или у нас любят подростки перебегать перед подвижным составом. Сигнал служит для того, для привлечения внимания и все-таки, чтобы человек среагировал вовремя и ушел с пути. Поезд следует со скоростью 90 км в час. Сейчас мы едем от станции Абакан до станции Минусинск. Время в пути – примерно 20 минут. Еще один важный момент урока на колесах – демонстрация тормозного пути во время экстренной остановки. Например, если машинист увидел человека на дороге. Длина тормозного пути может достигать 400 метров, а если это грузовой состав – и того больше. Ну, одна из уникальных возможностей – прокатиться именно на такой матрисе, где возят руководство. И вот сегодня наши дети почувствовали себя на месте руководителей. Я надеюсь, у них возникнет желание, возможно, у некоторых устроиться, учиться на данную должность. И, может быть, повезет, и они будут действительно уже в качестве руководителей здесь, а не учеников, кататься. Данное мероприятие, на мой взгляд, очень полезно, потому что ребятам объяснили о правилах поведения на железной дороге, о том, как на самом деле это может быть опасно. Сегодня ребятам рассказывают о преимуществах профессии железнодорожника, о целевом поступлении, обучении в вузах, о семейных династиях, которые трудятся много лет и передают любовь к профессии из поколения в поколение. Экскурсанты, девочки и мальчики получают почетное право посидеть в кресле у руля машиниста. Это удивительно, просто захватывающе, интересно. Я никогда так не ездила, это интересно, посмотреть с кабины машиниста. В заключении маленького путешествия школьников угощают чаем и сладостями. Вот такая романтика железной дороги, когда можно любоваться просторами родной страны под стук колес. Спасибо. 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 Спасибо.